Приветствую вас! Давайте сразу определимся так. Причин для подобного поведения девочки может быть только две. Значит, первая причина – это ее угасание живств к вам и, соответственно, использование вот этого перерыва в отношениях как средство для отдаления от вас в надежде, что вы поймете и не будете идти, к ней приставать, ей докучать. И вторая причина заключается в том, что у девочки действительно сейчас некий такой сложный период, когда она не чувствует, что может быть для вас идеальным партнером в отношениях. Она не чувствует, что может быть для вас идеальным партнером в отношениях и, чтобы не мучить себя и вас, собственно говоря, попросила перерыв. И поэтому она не звонит, не видит и не отъезжает на ваши звонки. Потому что у нее длится вот этот вот период. Эти обстоятельства, условно говоря, которые как раз-таки мешают ей спозиционировать себя как полноценного вашего партнера. И, понимаете как, если вы заметили еще до разрыва с девушкой, что ее отношение к вам поменялось, то, скорее всего, тогда речь идет о первой причине. И если это первая причине, то вам бесполезно ей писать и звонить, она не будет этого делать, она не будет отвечать вам, она не будет вам писать, а, скорее всего, еще больше от вас отдаляется из-за того, что вы не поняли ее намек. Если, да, и в этом случае вам нужно однозначно стремиться жить своей жизнью. То есть, шансов на то, что девушка роднется к вам, шансов на то, что девушка как-то, ну, изменить свое мнение у вас практически нет. Если только у вас нет возможности с ней встретиться где-то, причем неожиданно для нее, и не попробовать обо всем поговорить. Ну, тут, кстати говоря, встает еще такой вопрос, на мой взгляд, очень важный. Вы говорите о том, что девушка попросила перерыв. Ну, хорошо, она перерыв попросила, ладно. Это я понял, что она попросила перерыв. А как у вас все это происходило? То есть, она что, взяла внезапно и попросила у вас перерыв? Так это было или как? Вот этот момент, если можно вам, ну, желательно бы прояснить. Потому что ведь от этого на самом-то деле довольно много зависит. То есть, одно дело, если девушка попросила вас о перерыве, там, например, в грубой форме. И другое дело, если девушка попросила вас о перерыве довольно-таки вежливо. То есть, это о чем-то говорит такое ее победительное. И это тоже нужно прояснить, хотя бы, вот, в контексте ваших отношений и того, чего ожидать от нее в дальнейшем. Вот. Если же вторая причина, то здесь тогда рекомендация будет следующая. Ну, во-первых, наверное, оставьте ее пока что как давно. То есть, не докучайте ей, да, не доставайте ее, еще больше ее от себя не отдаляйте своим, как бы, навязыванием, да. Вот. Вы знаете, постарайтесь узнать о том, что у нее сейчас в жизни происходит. Постарайтесь узнать о том, какие у нее сейчас обстоятельства в жизни. И если узнаете, что у нее действительно сейчас какие-то там трудности, какие-то там проблемы серьезные, то просто-напросто перейдите, дайте себе установку подождать. Вот. Пройдет это время, пройдет этот срок, и, может быть, тогда она к вам вернется. Может, тогда она вам напишет, что вы, как бы, возобновите свои отношения. Но нужно понимать одну важную вещь при таком раскладе. Что тот факт, что девушка вот себя повела так, говорит о том, что она вам по какой-то причине не доверяет. И если она вам не доверяет, то это, безусловно, очень плохо. Это плохо для вас, это плохо для отношений, и плохо для вашего совместного будущего. В дальнейшем, если вы его планируете. И, соответственно, тогда уже вам необходимо подумать, а почему же, собственно, девушка вам не доверяет. С чем связано отсутствие ее доверия? Может быть, у нее какие-то страхи, может быть, вы что-то не так делаете или делали. Но это очень важно прояснить, потому что без доверия невозможно построить отношения, нормальных отношений. И я надеюсь, что вы на это также обратите свое внимание, потому что это очень важно. Вопросов вы, как такового, не задаете. Поэтому я думаю, что на этом пока что можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если дополнительные вопросы остались, пожалуйста, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!